Привет! Меня часто упрекают в комментариях под этими видео, что мол Кир, у тебя есть графический планшет, ты круто умеешь рисовать, мол у меня так не получится. Поэтому я сегодня покажу вам как сделать мультфильм, если у вас нет графического планшета, есть только мышка, компьютер и вы совсем не умеете рисовать. Ведь как показывает практика в ютубе, можно очень-очень-очень плохо уметь рисовать и при этом набирать миллионы просмотров под своими видео. И первое, что я сегодня сделаю, это создам персонажа. Я сделаю это в программе Toom Boom Harmony, которую мы установили в прошлых уроках, и буду использовать именно ее. Но вы можете выбрать что-то другое на свой вкус. Итак, давайте создадим очень-очень простого персонажа. Самого простого. Мы нарисуем круг при помощи инструмента круг. И зальем его черным. Фу, круг это же слишком скучно. Разве круг может стать популярным персонажем? Вообще-то, может. И раз уж на то пошло, сотни веселых и популярных персонажей основаны на простых фигурах. Кругах, треугольниках, квадратах. Все начинается с простых форм. Более того, даже круг способен выражать эмоции и вызывать переживания. Как именно, я покажу чуть позже. А сейчас давайте нарисуем нашему кругу ручки и ножки. Для этого я создаю несколько отдельных слоев, типа drawing, и называю их соответствующими. Левая рука, левая нога, правая нога, левая нога. И нажимаю add and close. Как видите, они появились у меня на временной шкале. Теперь я беру инструмент линия и рисую на слое правая нога, кто бы мог подумать, правую ногу. Аналогично поступаю и с остальными слоями. Не сложнее, чем в пейнете, правда? Как вы видите, на временной шкале наши рисунки все только в первом кадре. Давайте растянем их на всю длину мультфильма. Для этого я зажимаю shift и выделяю все наши слои. А затем правой кнопкой вызываю команду extend exposure. Можно также нажать F5, будет тот же эффект. Заполняю растянуть на 60 кадров, так как у меня именно 60 кадров в нашей сцене сейчас. Хорошо. Теперь наш персонаж никуда не пропадет с течением времени. Следующее, что нам нужно сделать, это расставить точки вращения у каждого слоя. Для этого есть специальный инструмент, он выглядит как снайперский прицел в колонке слева. Я выделяю любой наш слой и вижу, что точка вращения лежит по центру кадра. Мне нужно, чтобы она лежала там, где начинается левая нога. Так как именно вокруг этой точки левая нога будет вращаться. Все то же самое я делаю с другими слоями. Теперь наш персонаж может помахать вам ручкой. Видите? Хе-хей! Но, увы, ни рука, ни нога пока еще не сгибаются ни в локтях, ни в коленях. Для этого нам нужно будет вставить в них кости. Я переименую слой с телом нашего персонажа, чтобы потом ни с чем его не перепутать. И теперь нам нужно включить вот такую панельку вверху. Она называется Deformation. Кликаем вот тут правой кнопкой мыши и ставим галочку напротив панели деформации. Вуаля! Во всей этой панели нам понадобится только вот эта кнопочка с молоточком. Справа тоже должен быть выбран молоточек. При помощи него мы как раз и будем создавать наши кости. Я нажимаю плюсик на временной шкале и у нас в главном окне появляется вот такая линия. Это по сути и есть кость данного слоя. Так как это слой нашего туловища, она будет позвоночником. Я перетащу ее вот сюда. Теперь левая рука. Тоже нажимаю плюсик. Добавить кость. Кость у нас по-английски называется bone. И тут тоже появляется белая линия. Перетащим ее вот так, чтобы круг был на уровне плеча. Но так как рука у нас состоит из нескольких суставов, я продлю эту кость, кликнув на локте и кисти. Вот так. Клик, клик. Сделаю то же самое с остальными конечностями. Обязательно следите, чтобы был включен именно молоточек. Иначе продлить костью у вас не получится. Давайте я подниму эту панель вот так, чтобы вам было лучше видно. Хоп, хоп, клик, клик. Вот эти круги это наши суставы. Их можно сделать поменьше, так как руки и ноги нашего шара друга достаточно худые. Да, навык рисования вам тут не потребуется. Но никто не говорил вам, что не потребуется терпение и усидчивость. Ура! Теперь, если взять инструмент трансформ, вы видите, что двигаются не только сами ноги, но еще их можно сгибать в коленях. Анимация при помощи морфинга и костей достаточно примитивна. Однако вам не надо будет каждый раз перерисовывать персонажа в новом кадре. Вы просто перетаскиваете его части в нужную вам позицию. Вот так сейчас выглядят все наши слои. Теперь нам нужно сделать еще одну маленькую хитрость. Для каждой части тела создать Kinematic Output. Это специальный тип слоя, который поможет нам потом скрепить все части тела вместе. Выбираем главную кость, нажимаем плюсик и вот тут выбираем Kinematic Output. И так делаем для всех конечностей. В итоге должно получиться вот так. Я переименую эти слои, чтобы опять же не запутаться. Все это пока может казаться слишком сложным, но потом вы увидите сколько времени нам это сэкономит. Готово. Но тело пока не соединено с руками и ногами. Вот оно болтается в угнетающем сером пространстве. Но если мы выделим все наши Kinematic Outputы и засудим их под кость нашего торса, то получится, что руки и ноги крепятся к торсу. Видите? Балалалалам. Я выделю нашу основную кость и нажму вот эту кнопку. Видите, появился еще один слой под названием Bone Pack. Пока не вдавайтесь в подробности, это чтобы мы могли регулировать размер нашего персонажа. Ура! Наконец наш персонаж готов. Я назову его черной чернушкой. Вот так выглядят все слои, которые мы создали. Теперь я для приличия загружу фон. Его я заранее скачал в интернете. Вот такой у нас будет фон. Обратите внимание, если я сдвину его инструментом трансформации, на временной шкале сразу появится точка. Эта точка обозначает ключевой кадр, кадр, с которого начинается движение. К примеру, сейчас я передвину ползунок на последний кадр и при помощи инструмента трансформ перетащу фон влево. Как видите, появился второй ключевой кадр с точкой. Линия между ними означает, что программа автоматически прорисует промежуточное движение. Теперь наш фон плавно движется справа налево. Мы можем проиграть нашу анимацию при помощи кнопки play. Теперь все, что нам нужно сделать, это создать вот такие ключевые кадры в нужный момент времени, переставляя руки и ноги, а иногда и самого персонажа. Например, я хочу изобразить, что он идет, немного подпрыгивая. Он будет идти вверх на 10 кадре, затем на 20-м снова вниз, затем на 30-м опять вверх и так далее. Проиграем еще раз. Затем я переставлю отдельно ноги. На 10-м кадре он будет шагать правой ногой, потом на 20-м ноги приземляются, а на 30-м это уже шаг левой ногой. Далее я переставляю руки по тому же принципу. А тут я, кажется, понял, что 40 кадров вполне достаточно для полного цикла ходьбы. И подвинул красный флажок влево. Вы можете таким образом делать вашу сцену длиннее или короче. И вот наш персонаж уже задорно бежит, допустим, рекламируя наш курс. Нужно успеть на курс. Нужно успеть на курс. Представляете, сколько кадров нам нужно было бы прорисовать отдельно, чтобы получить такое движение. А если учесть, что такого персонажа мы будем использовать не только в этой сцене, но и во всем мультфильме, то мы выиграли просто сотни часов. Кстати, я сохраню и приложу этого персонажа внизу под видео, чтобы вы могли скачать его и попробовать подвигать. Можете свободно с ним экспериментировать, создавая свои микродвижения и маленькие анимации. Об анимации губ и как синхронизировать с речью мы поговорим в следующих уроках. А сейчас давайте разберем эмоции. Есть ряд техник, которые помогают передать любые состояния вашего героя. Вот вам небольшая шпаргалка. Чтобы передать любую эмоцию, вам достаточно контролировать три вещи. Руки, ноги и рот. У рук есть три позиции. Если вы хотите сделать персонажа нейтральным, поставьте руки на средней высоте. В этой позиции он кого-то ждет, бездействует или слушает, что ему говорят. Если мы опустим руки вниз, то он начнет чем-то восхищаться. Или наоборот грустить. Эх. Если же поднимем, круг станет активным. В этой позе он готов к действию. Слышь че? Есть че? У ног тоже есть три позиции. Они связаны как бы с контролем. Если мы их расставим, то персонаж как бы теряет контроль над ситуацией. Он растерян, насторожен, не может контролировать ситуацию. Если поставим на средней ширине, это нейтральная позиция. И если сузим, получится, что персонаж полностью контролирует ситуацию. У него все под контролем. Таким образом, вы можете передать практически любые состояния вашего персонажа зрителям. Ну и конечно, вы можете нарисовать несколько выражений рта. Злое, улыбку, буквы О, У, Е, И, закрытый рот. Чтобы потом переключаться между ними. А уж если добавить глаза... Но не спешите с этим. Пока потренируйтесь на обычном круге с ручками и ножками. В следующих уроках я расскажу, как синхронизировать губы персонажа с его речью, а также как сделать его движения более естественными. Ну а пока вы можете оценить это видео и скачать черную чернушку нашего персонажа прямо здесь, внизу. Ну и конечно приглашаю вас на курс «Анимация без навыков рисования». Если вы на него еще не записались, ссылки тоже внизу под этим видео. На этом на сегодня все. Удачи вам в вашей анимации. До новых встреч. Пока.